Ну а наши спортсмены попали в восьмерку сильнейших на планете на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре. В копилке сборной 25 баллов, однако, к сожалению, обошлось без медалей. Тем не менее, наша команда имеет хороший прицел на Олимпиаду в Токио. Сезон получился очень напряженным. Белорусы успешно выступили на вторых европейских играх в Минске, на командном и молодежном чемпионатах Европы, затем на матчевой встрече Европа-США. Оставаться на пике форме так долго практически невозможно. А если трезво, хладнокровно взять и подытожить, посмотреть, да, без медалей, конечно, мы приносим извинения перед теми, кто рассчитывал, но тот, кто понимал, в каком состоянии едем, он бы, наверное, не был так требователен. И как я говорил о том, что мы выезжали на чемпионат мира, в принципе, не ставя таких вот стопроцентных медальных задач, понимая, что даже по отношению к спортсмену, наверное, это будет не сильно честно, потому что мы его просили выступить и там, и там, и там, и везде он выкладывался на 100%. Мы говорим, как получится. Естественно, спортсмены делали все возможное. Если кто-то ехал, думал, что, ну, вот так, так вот получится на эйфории, борьба идет жесточайше до последнего попытки, что я показал, например, прыжки в высоту мужские. Человек 15 у нас потенциально будут претендовать на финалы и на медали на Олимпийске. Я просто уверен в этом. И все уже у нас отличные результаты. Ближе всех к пьедесталу оказался Максим Недосеков в прыжках в высоту. Он четвертый. Пятыми стали Ольга Мазуренок в марафоне, Анастасия Мирончик-Иванова в прыжках в длину. Шестыми чемпионат завершили Татьяна Холодович, Метания Молота, Алена Дубицкая, толканье ядра и Карина Демидик прыжки в высоту. Отмечу лицензии на Олимпиаду в Токио. В легкой атлетике даются за выполненный норматив. У белорусских лидеров уже есть заветные квоты. И пока в копилке их 16.